Бессменная заведующая Елена Глухова на своем посту 19 лет. В начале 2000-х она была в числе основателей клиника диагностической лаборатории 4-й городской больницы. Каждого сотрудника принимала на работу лично. Утро начинается, естественно, с приветствия. Посмотреть, обойти, кто как, где, на каком месте. В начале пандемии лаборатория приняла на себя первую волну исследований на коронавирус. Сюда привозили пробы со всего Нижнего Тагила, а также горнозаводского и северного округов. Работать приходилось в три смены. Конечно, работать в ночную смену очень тяжело. У меня также есть семья, что и не высыпалась где-то, но все равно шла на работу и работала. Елена Игоревна, конечно, нас тоже всячески поддерживала. Также она вместе с нами работала и оставалась здесь до ночи. Что вот у нее не спросишь, она все рассказывает, как будто она все знает. Может, это так и есть. Елена Глухова – кандидат биологических наук. В 2003 году защитила диссертацию о влиянии онкобелков при раке молочной железы. Очень многое от этого зависит. Почему одни пациенты после операции реабилитируются благополучно, живут десятки лет, а другие очень быстро погибают. Несмотря на большой объем работы, Елена Игоревна находит время на занятия для души. Разводим перепелов, курочек, чтобы были свои экологически чистые. Яйца – это такое наше с мужем увлечение. За энтузиазм и ответственность Елену Глухову ценит руководство горбольницы номер 4. К ней относится клиническая лаборатория. На таких людях сегодня держится здравоохранение. Держится не только здравоохранение в странах, а в целом, наверное, держится на таких людях. Поэтому ей нужно сказать огромное спасибо. Дай ей Бог здоровья и всяческих благ. Ну и, естественно, поздравления всех женщин и ее в первую очередь с наступающим праздником. Продолжение следует...